приветствую всех настоящих ценителей бокса сегодня утром в прямом эфире посмотрел поединок женебека алимханулы против винченцо гуальтьери и хочу с вами поделиться впечатлениями а также поединок проанализируем технически что именно происходило в ринге и сделаем из него простые но интересные выводы но сначала предыстория дело в том что это не просто бой а это бой сразу за два чемпионских титула женибек являлся чемпионом мира в среднем весе по версии wbo а его соперник винченцо гуальтьери он тоже чемпион мира но по версии айбеев и кстати была такая необычность что гуальтьери свой пояс завоевал только в июле этого года то есть это это вообще недавно прошло всего три с половиной месяца и он уже решил поехать в сша в гости к женебеку чтобы пояса объединить теперь чисто по технике женебек левша он сейчас самом расцвете сил ему 30 лет и он боксирует это можно сказать активным вторым номером или умным первым номером в общем женебек атакует но не в том смысле что идет вперед и бьет кучу ударов нет а женебек чисто на дистанции он скорее бьет постоянно передней рукой раздергивает выбирает положение обманывает и расковыряв левой рукой именно обманув левой рукой вызвав часто на себя женебек подхватывает и при этом он очень он вообще по этажам бьет разнообразные удары но в основном накрутирующие удары уже некая это удары на средней дистанции то есть он не бьет очень уж куда-то далеко вдаль но он раздергал переднюю рукой расковырял вызвал на себя и снизу поднимает вперед или сбоку тоже бьет вперед в голова корпус соответственно винченцо гуальтьери как ни странно боец тоже дистанционный и кстати боец довольно неплохой если вы посмотрите его предыдущие поединки он знаете как такой может быть смешно прозвучит но рой джонс на минималках то есть он опускает руки и с опущенными руками маневрирует по рингу он тоже дистанционный боец то есть он здесь ударил там ударил ушел ушел на ногах постоянно уходит где-то наоборот подхватил серию пробил снова ушел и вот такие бойцы кто руки опускает на самом деле они часто самые неуязвимые потому что голова открыта но она постоянно уходит и очень хорошо контролирует дистанцию очень как бы трудно до него дотянуться так было раньше но что мы увидели в этом бою я кстати заливал прогноз но прогнозы на youtube я заливаю в закрытом доступе в закрытом канале это платный канал потому что в общем уже много раз объяснял почему кому интересно то подписывайтесь ссылку на подписку оставлю под этим видео тем самым вы меня очень сильно поддержите ну так вот что мы в итоге увидели что сразу же не бег стал бой контролировать по сути с первого раунда все джебы женебека заходили соперник его гуальтьери он то поднимал свои руки то руки наоборот опускал пытался с опущенными руками двигаться но сразу у него как-то не получалось сразу он отступался сразу была какая-то у гуальтьери закрепощенность даже не смотря на опущенные руки но все равно какой-то он был такой угловатый немножко сам не свой и где-то с третьего раунда женебек стал его по боксерски конкретно уже подъедать это уже снизу попадать уже не века быстрые руки и все делал просто как по нотам и если я например на боя думал что поединок скорее всего затянется скорее всего даже пройдет всю дистанцию и женебек выиграет только по очкам почему потому что оба боксера дистанционный и этот соперник гуальтьери он очень хорошо контролирует дистанцию очень хорошо утекает но почему-то у него это не получалось и он выглядел довольно деморализованным может быть это было связано с тем что он тоже дистанционный боксер и не будучи дистанционщиком но это как бы его основа не мог может быть то что он чуть ниже женебека может просто им было неудобно может ему слившой неудобно в общем гуальтьери он не мог свою как бы дистанцию нащупать то есть он не достает по сути а женебек до него достает и он как-то деморализовался стал зажиматься и уже даже в пятом раунде он так шатнулся несколько раз конкретно от ударов женебек снизу попадал ему между рук а в шестом раунде женебек уже конкретно левой рукой стал заколачивать удар таки боковые вперед и в общем рефери принял вполне адекватное решение остановить поединок давайте подведем некоторый итог ну во первых поздравляю женебека алимханова заслуженной победы он победил ярко победил достаточно неудобного соперника вот теперь какое будущее ну смотрите спортсмену 30 лет он самом расцвете сил уже владеет двумя поясами какие еще чемпионы в этом весе во первых есть и ресланди лара по версии WB чемпионит он уже довольно возрастной ему 40 лет если 40 лет это очень много то есть он скорее всего на ну на спаде даже не скорее всего он точно сейчас на спаде уже причем много лет то есть очень выгодно с ним объединить пояса по версии WBC там как-то непонятно там и джерман чарла и боксер такой сейчас еще забыл как зовут с африки довольно кстати серьезный толковый ну в общем я думаю что женебека впереди ждут интересные бои я бы со стороны фанатов бокса не занимался такими шапкозакидательскими настроениями что типа все короче сейчас женебек как горячий нож сквозь масло пройдет прямо всех вынесет но как бы шансы есть и пока все идет хорошо и действительно показывает бокс острый интересный красивый вот как-то так а вам спасибо что посмотрели данное видео будем ждать новых боев до новых встреч тушу камеру